Что может быть вкуснее и питательнее, чем приготовленный на скорую руку бутерброд? Именно эта закуска ежедневно спасает миллиарды людей по всему миру во время быстрого перекуса. Кулинарная фантазия человека поистине безгранична и благодаря ей было придумано великое множество этого самого распространенного в мире кушания. На нашем канале уже есть два полноценных ролика о том, как готовить сэндвичи в разных странах мира. А теперь пришло время узнать о самых вкусных из них. Привет! Вы на канале Кулинарный ТОП и это подборка 10 самых вкусных сэндвичей в мире. Друзья, приглашаем вас на наш новый канал, на котором мы будем выкладывать рецепты всевозможных сэндвичей, бургеров и хот-догов, собранных со всего мира. Если вы любите подобного рода закуски, то обязательно подписывайтесь на наш канал и наслаждайтесь вкуснейшими сэндвичами, приготовленными по нашим рецептам. Ссылка на наш канал находится в описании к этому видео. Номер 10. Запеканка. Польша. Запеканка или польская пицца. Именно так называется одна из самых любимых польских закусок, которая представляет собой открытый горячий сэндвич. Восхитительный, но простой польский бутерброд, это разрезанный вдоль всей булки багет, наполненный шампиньонами и сыром, слегка обжаренный и приправленный кетчупом. Это лишь первоначальный рецепт сэндвича, однако со временем в него стали добавлять и другие ингредиенты, такие как мясо, бекон, польские колбасы, или даже сыр фета, оливки и ананасы. Номер 9. Гирос. Греция. Главным сэндвичем Греции и частью легендарного греческого стритфуда является гирос. Он представляет собой блюдо, которое состоит из приправленного и обжаренного на вертеле мяса, например свинины, баранины, курицы или козлятины, с картофелем фри, свежими овощами и зеленью. Начинка смазывается дзадзики, одним из самых популярных соусов местной кухни, который состоит из греческого йогурта, тертых свежих огурцов, чеснока, зелени и специй. Затем начинка заворачивается в греческую питу, что отдаленно напоминает турецкий донер или ливанскую шаурму. Номер 8. Крок месье. Франция. И хотя сочетание ветчины и расплавленного сыра в хлебе может показаться простым, однако сэндвич крок месье является культовым блюдом французской гастрономии и одним из самых востребованных яст страны. Этот невероятно популярный горячий бутерброд состоит лишь из ломтика ветчины и расплавленного сыра, зажатых между двумя кусочками хлеба. Видимо секрет популярности и парадоксального вкуса кроется в использовании лишь лучших видов французского хлеба, ветчины и сыра. Иначе как еще объяснить тот факт, что это блюдо является одним из самых потребляемых во Франции. Кстати, добавьте к нему жареное яйцо, и вы получите абсолютно другой сэндвич, крок мадам. Номер 7. Монреальский сэндвич. Канада. Одним из самых главных лакомств канадской кухни выступает говяжья грудинка, которую маринуют не меньше 10 дней в знаменитой монреальской смеси специй, а затем подвергают копчению. Богатое невероятными вкусами и ароматами мясо поедают в качестве самостоятельной закуски, однако чаще всего мясо выкладывают на пышный хлеб, смазанный горчицей. В качестве дополнительных ингредиентов в этот сэндвич добавляют картофель фри, маринованные огурчики, нашинкованную капусту и прочие ингредиенты. Неудивительно, что во многие канадские рестораны выстраиваются огромные очереди, чтобы отведать этот всемирно известный сэндвич с копченым мясом. Номер 6. Медианоча. Куба. О да! Кубинские сэндвичи. Кубинская кухня уже давно славится на весь мир своими уникальными сэндвичами, а медианоча – один из них. Именно этот сэндвич называет своим любимым блюдом главный герой одного из самых популярных сериалов в мире – Декстер. В качестве основы традиционно используют яичный хлеб, смазанный горчицей и наполненный жареной свининой, ветчиной, швейцарским сыром и солеными огурцами. Название сэндвича можно перевести как «полночь», имея в виду, что его традиционно едят поздно ночью, в основном после кубинских шумных дискотек в танцевальных клубах. В США имеются свои варианты этого сэндвича под общим названием Кубана. Номер 5. Ролл с лобстером. США. Это не типичный лобстер. Это лобстер, который обитает у берегов штата Мэн. Он известен на весь мир своим жемчужным, сочным и нежным мясом, особенно, когда его деликатно варят, готовят на пару или жарят на гриле с добавлением растопленного сливочного масла и лимонного сока. И хотя этот деликатес можно подавать как самостоятельное блюдо, однако самым известным фирменным блюдом здешних мест считается ролл с лобстером, который представляет собой булочку для хот-дога, наполненную превосходным сливочным мясом лобстера, а также дополнительными ингредиентами. Это легендарное американское кушание принято подавать с картофельными чипсами, картофелем фри или маринованными огурчиками. Номер 4. Панини. Италия. Панини. Именно так называется целая группа бутербродов в итальянском стиле. Панини представляет собой сэндвич с различными ингредиентами внутри, который перед подачей подвергают прогреву в специальных прессах или на гриле. В качестве хлебной основы используют несколько видов итальянского хлеба, но чаще всего – чиабатто или фокаччи. Хлеб разрезают горизонтально и начиняют мясными нарезками, например прошутто, мортаделло и прочими итальянскими колбасами, а также местными сырами, овощами и другими продуктами, после чего прогревают и подают. И хотя сегодня существует множество вариантов Панини, однако ключом превосходного итальянского кушания является использование лишь лучших ингредиентов и аккуратное заполнение, исключая переполнение сэндвича. Номер 3. Шаурма, Ливан. Замаринованное в ближневосточных ароматных специях и обжаренное на вертеле сочное мясо – это поистине восхитительное угощение. В Ливане начинку в лице мяса, свежих и маринованных овощей и прочих ингредиентов по традиции помещают в питу, реже – в лаваш. В качестве соуса часто используют ливанский белый бархатистый соус тум на основе взбитого масла, чеснока, лимонного сока и иногда мяты. Также нередко используют еще один местный соус для шаурмы на основе несладкого йогурта, пасты тахини и чеснока. Однако в зависимости от региона используются и другие виды соусов. Чтобы понять, какое значение для мировой кулинарии играет это наивкуснейшее лакомство, стоит всего лишь попробовать его варианты в других странах мира. Например, особой любовью как у мексиканцев, так и туристов пользуется тако-альпастор. Это знаменитое блюдо демонстрирует слияние приготовления ближневосточной шаурмы и мексиканского тако. Рецепт этого блюда был придуман эмигрантами из Ливана, которые прибыли в Мексику и совместно с местными кулинарами сформировали будущий шедевр уличной мексиканской еды. Как и известно, на Ближнем Востоке шаурму готовят в основном из мяса ягненка. Именно в мясе оригинальный рецепт и потерпел изменения. В Мексике вместо баранины начали использовать свинину. Технология приготовления ближневосточной шаурмы основывается на мариновании мяса и последующем его обжаривании на массивном вертикальном шампуре. Мексиканские повара с радостью приняли этот вариант обжаривания и внедрили свой маринад на основе мексиканских продуктов. Это блюдо является ярким примером того, как две непохожие друг на друга кулинарные культуры смогли интегрировать свои традиционные местные ингредиенты и технику приготовления абсолютно другой кухни. И в результате получить изумительное блюдо. Традиционно тако-альпастор подают на тортильи вместе с кусочками ананаса и пряной сальсы. Номер 2. Тортас, Мексика. А вообще кулинарная культура Мексики просто пестрит своими закусками, напоминающими сэндвичи. Это и разнообразные варианты уже упомянутых тако. И кесадилья, и буррито, и энчеладо, и прочие блюда на основе лепешки тортильи. И хотя именно вышеперечисленные специалитеты получили широкое распространение за пределами самой Мексики, однако среди местного населения самым любимым сэндвичем, который едят по всей стране, является тортас. Эти наивкуснейшие традиционные булочки наполняют в основном аутентичными мексиканскими ингредиентами. Среди них, бобы, авокадо, мексиканские колбасы, сыры, блюда из мяса, и даже такое древнее кушание цивилизации ацтеков как тамаля. Тем не менее, самым излюбленным наполнителем для тортас выступает всемирно известное мексиканское блюдо под названием кочанита пибиль. Аппетитная пряная сочная свинина, запеченная в банановых листьях. Номер 1. Бан ми, Вьетнам. Бан ми – это целая группа популярных вьетнамских сэндвичей, в основе которых лежит один и тот же основной ингредиент – багет, который был завезен во Вьетнам в колониальный период. И в настоящее время он является одним из немногих счастливых наследий того времени. Каждый вид бан ми различается в зависимости от главного ингредиента, в качестве которого может выступать курица, свинина, говядина, морепродукты, мясные ассорти или паштеты, сосиски и тирины. В качестве дополнительных ингредиентов выступают огурцы, замаринованные и нашинкованные морковь с дайконом, а также листья кинзы. Соус также индивидуален для каждого вида бан ми, однако самым популярным является приправа на основе майонеза и острого соуса, например шрирачи. А что касается бургеров, то мы сделаем отдельный рейтинг на эту тему. А какой ваш самый любимый сэндвич? Делитесь в комментариях своими рецептами и мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.